Это обзорная экскурсия, как пользоваться платформой для того, чтобы вы создавали крутой, качественный контент. Три направления, которые вы можете использовать на платформе, мы сейчас с вами разберем. И первое направление — это и маркетолог. Вот представьте, что вы попали на консультацию к очень крутому маркетологу, который разбирается во всех вопросах, связанных с продвижением, и этот ассистент на вас работает 24 на 7. Вот так его необходимо и использовать. В этом чате пишем все то, что вам необходимо сейчас знать, решить какую-то проблему срочную, с командой какой-то вопрос возник. Вот здесь вы выписываете все то, что вас сейчас волнует. Следующее — это чат GPT 4.0. Сюда вы можете адресовать вопросы, не связанные с маркетингом. Мы просто клонировали GPT 4.0 для тех, кому неудобно использовать чат GPT через VPN. Здесь вы можете все вопросы, которые не касаются маркетинга, создание сказок для своего ребенка. То есть вы можете прямо сюда адресовывать, и он вам будет выдавать быстрый ответ. И третий раздел, который является нашей визитной карточкой — это сценарии. Для того, чтобы сценарии работали на вас, для вашей аудитории, для вашего бизнеса, необходимо пройти распаковки. Распаковки нужны для того, чтобы контент был целевой, для того, чтобы в контент подставлялись ваши кейсы, чек-листы, гайды и так далее. Это все необходимо заполнить. Для этого нажимаете «Заполнить анкету» и отвечаете на все вопросы, которые мы здесь для вас описали. После чего нажимаете «Сохранить» и у вас эта карточка сохраняется. Если вдруг вам необходимо что-то поменять, нажимаете «Результаты», нажимаете «Изменить», меняете эти результаты, нажимаете «Сохранить» и все. У вас E-ассистент будет работать по-новому. Предположим, в распаковке продукта вы можете здесь указать бесплатные материалы, допустим, чек-листы, гайды, которые у вас есть. И вот эти чек-листы, гайды он будет подставлять прямо в контент. Либо, допустим, если вам необходимо оформить социальные сети, это следующий раздел. Вы нажимаете «Пройти», заполняете здесь информацию и он, естественно, будет всю информацию брать из ваших распаковок. И уже в ваши статусы в социальных сетях он будет подгружать гайды, которые вы в него вставили в разделе «Распаковок». Следующее. Это планирование контента. Вы можете делать сценарий прогрева. Допустим, если вам необходим сценарий прогрева на вебинар, то вы берете, создаете новый сценарий. Здесь указываете, что вам конкретно нужно, чтобы E-ассистент для вас подобрал. Допустим, это сценарий прогрева на два дня, чтобы за день до вебинара сделал определенный прогрев. И он вам будет выдавать готовый вариант прогрева, который вы можете использовать в своих социальных сетях. В следующий раздел это «Посты». Работает по тем же принципам. Он вам выдает готовую схему поста, которую вы можете использовать сразу в социальных сетях. Подставляет кейсы, которые вы указываете в распаковках. Возможно, вам нужен пост на продающую консультацию, то можете им так и написать. Напиши мне пост на продающую консультацию по такому-то направлению. Здесь просто подробно описываете суть поста, что вы хотите получить от E-ассистента. Здесь на самом деле нужно просто отталкиваться от того, допустим, есть у вас личный копирайтер, да, вы ему определенные задачи ставите. Только проблема с копирайтером в том, что вам нужно прям очень детально ему прописать ТЗ. Здесь он будет уже руководствоваться теми распаковками, которые вы в него загрузили. Ну и, конечно же, те сценарии, структуры, которые мы добавили изначально для того, чтобы бот выдавал вам готовые продающие тексты. В коротких видео вы также можете выбрать формат, поиграться, потестировать, какой формат вам больше заходит, потому что они все разные. Они сделаны из разных продающих видео, которые мы отсматривали, анализировали в социальных сетях, и каждый сценарий хорош по-своему. Выберите свой формат, который вам больше подойдет. Также вы можете делать лид-магниты. Допустим, вы в распаковке продукта, вы не знаете, какие продукты указать. Вы можете сделать для себя лид-магнит, и ассистент сделает вам готовый лид-магнит, который вам останется только оформить. В конве, в Keynote, в PowerPoint, неважно где, но у вас будет готовый чек-лист, который вы, возможно, самостоятельно делали бы очень долго, и не факт, что вы решились бы на это. Потому что многие люди именно из-за этого не создают чек-листы, потому что нет готового материала. Также гайды. Все то же самое, только уже в другом формате. Если вам не понравилось, вы можете сделать новый сценарий, либо дополнить, что конкретно вам необходимо. Выбрать аудиторию, которую, собственно, вы хотите зацепить, если вам нужно на какую-то определенную аудиторию сделать, более узконаправленную. И здесь вам выдается готовый вариант, который вы сразу можете использовать в своем бизнесе. Самая главная задача, чтобы, когда вы пользуетесь платформой, вы давали нам обратную связь, потому что мы очень сильно заинтересованы, чтобы вам выдавался контент на десяточку. И чем чаще и подробнее мы будем получать от вас обратную связь, тем круче сценарии будут работать именно на вас. Поэтому приятного вам пользования платформой и крутого контента, который будет продавать ваши продукты. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!